Песня Христос истинный Бог наш молитвен Печиста, Сва Матери всех святых помилует и спасет нас, как облак и человека любит. Аминь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Приступили фарусеи, садукеи, искушая его и просили показать им знамение с неба. Он же сказал ему в ответ, вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо вагрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамение времен не можете. Род лукавый и пролюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. И, оставив их, отошел. Евангелие от Матфея, 16 глава. А Марк говорит, что когда они пришли к нему и спрашивали, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамений. Хотя такой вопрос должен был возбудить гнев и негодование, однако человеколюбивый и милосердный Господь не гневается, но сожалеет, болезнует о них, как они исцельно больных, которые после стольких доказательств Его могущества все еще искушали Его. Но, если бы пришли с тем, чтобы уверовать, Он дал бы им знамение, тот, кто сказал жене, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, и потом дал, тем более дал бы им. Но, так как они просили знамение не для того, чтобы уверовать, то Спаситель называет их в другом месте и лицемерами за то, что они одно говорили, а о другом думали. Если бы они веровали, то не просили бы и знамения. Какого же знамения с неба просили? Остановить солнце, или удержать луну, или низвести молнию, или произвести перемену в воздухе, или сделать что-нибудь подобное. Что же на это отвечает Христос? Развлежать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Видите ли, кротость и снисходительство. Он не просто сказал, как прежде, не сказал, не дастся ему. Но указывает и причину, по которой не дает. Хотя они и не для того просили, чтобы научиться. Какая же причина? Как на небе, говорит он, иной признак ненасти, иной ведра. И никто, видя признак ненасти, не будет ожидать хорошей погоды. А и в хорошую погоду ненасти. Так обо мне должно рассуждать. Иное время настоящего пришествия, а иное будущего. Ныне нужны знамения на земле, а знамения на небе, отложены до будущего времени. Когда во второе пришествие Господь явится, то явится, говорит, знамение Сына Человеческого. Говорится, это святой крест будет. Ищет знамения. И сегодня люди ищут знамения. Там где-то чудотворная икона. Там где-то замиродочила. Там что-то привезли, какую-то святыню. Десятками тысяч, сотнями люди туда стекаются. Но после этого остаются такие же, какие были. Потому что искали не того, не духовного, а искали телесного. Поэтому не дастся ни того, и ни другого не дается. Если бы, говорит, они веровали, то не искали бы знамения. Какие нужны знамения, если ты веришь, что Христос, мой Спаситель, Он пришел ради меня. Он умер и воскрес, чтобы и мне воскресли. Какие нужны еще знамения? Если бы веровали, говорит, то не искали бы, они знамения. Аминь. Кто готов за жизнь, то иди оставайтесь.